сейчас сидели пересчитывали по калькулятору 41 лари получился блин 270 лари это 100 долларов я бы не может быть 340 лари это 100 долларов все время было и я залезаю а курс такой теперь я думаю я живу вообще по другим просто реалиям 100 долларов это 270 лари всего и поэтому я теперь на все смотрю и думаю боже мой бережу в доллар и все так долго в общем сейчас получилось 41 доллар мы считаете были на почте не отправили маме джинсы потому что они это отправка стоит почти 50 долларов там 120 лари и мы такие блин надо найти кого-то кто едет самсун и передаст или каким-то другим способом и мы зажали эти деньги я захожу в магазин мне нужна была вот одна краска у меня закончилась реально белила нечем рисовать она стоит 14 лари ну конечно художнику зайти в магазин для художников и ничего не купить постороннего то что очень надо в общем в итоге оказалось что мне надо две кисти потому что я сейчас прорисовываю мелочевку знаете начала рисовать покажу вам покажу как будет готова начала рисовать картину я очень люблю сериал с большом городе начала рисовать картину такой знаете в стиле коллажа и там очень много мелочевки она у них несмотря на то что 50 на 70 поскольку это коллаж и мне просто нечем прописывать у меня такая ерунда там местами получается я по сто раз перерисовываю вот и взяла еще вот две кисточки прям тоненькие сейчас я вам скажу одни одна стоит 650 другая 570 они хорошего качества это когда ну ладно как бы две кисти и краску хорошо дальше мы сейчас делаем же ремонт и я захотела думаю я себе сделаю этому картину нарисую я составил такой как коллаж из маленьких это грунтованный картон значит вот эти большие 350 и дальше идут лар а 85-53 и 55-53 да то есть насколько это получится да я думаю максимум лар 10 вот этот вот наборчик да хорошо бы я считал и серьезно тебе взял блокнотик блокнотик вот маленький классный такой блокнотик маленький но стоит фигню да лар 80 тоже 2 лари лар 80 да вроде звучит так 2 лари перевозим в доллар и просто офигеваю в общем че-то короче ценами сплошные расстройства то что я сейчас показала покупала в магазине для художников в сети кахенур в батумио находится на горкасале 65 сейчас я покажу что там еще было потому что видимо я попала на привоз и ассортимент был большой по сравнению с тем что там бывает обычно я работаю акрилом и покупаю обычного такие краски они сейчас значительно выросли в цене вот такая пачечка обходится в 14 лари мне белил таких хватает ну приблизительно на три картины я посмотрела там были разные цвета но я по старинке знаете я такой динозавр у меня красный синий желтый белый бы я там иногда подбавляю кейт цвета конечно у меня есть набор ну я вот люблю по классике что-то сама смешивать и получать какие-то интересные цвета есть также маленькие краски 810 цена маленькой упаковочки что тоже конечно большая сумма если переводить на доллары выросли в цене все материалы даже по сравнению с прошлым годом все стало немного дороже но хорошо что есть наличие я этому очень рада кстати вот этот украинский акрил фирма роза или роза мне очень нравится я на него прям подсела обладает хорошей укрывистостью себя очень адекватно ведет поэтому я прям теперь фанат есть здесь и другая фирма более дорогая набор цветов там для тех кто любит разнообразие в цвете наверное даже больше чем у той но уже за упаковочку 9 лари вы недополож также в наличии масло по 640 той же фирмы rosa я к сожалению не могу сейчас себе позволить писать маслом поскольку это запах это долгая сушка картин нужно какое-то отдельное помещение у нас квартира очень маленькая муж не очень хорошо переносит попросил его пощадить вы какие карандашики кахинур вообще я так люблю эту фирму у меня есть карандаши такой вот штуки металлической они прям очень крутые но цены 86 вот набор карандашей 86 такой поменьше набор красочки уже показал если она посмотрела еще знаете здесь есть классно венинградская акварель это самая лучшая конечно акварель у меня просто такая есть 100 тела и вот есть этот санет до карелька она тоже неплохая в 2 раз дешевле стоит цена 48 есть еще поменьше наборчик 16 цветов и здесь 24 цвет здесь 16 35 80 стоит есть гуашь вот большой набор 35 лари стоит это вот такой акрил есть 37 лари всякие мастихинчики знаете какой самый главный и важный мастихин это рыбка но здесь такой нет вот это что-то приближенное я покажу дома вот она такая более вытянутая должна быть это самый самый классный стихий на которым пол все всегда получается сделать сколько кстати стоит 840 здесь вообще большой выбор всего смотрите краски это что у нас такое роза я не знаю для чего это акрил для декора это наверное по не пользуюсь таким огромный выбор цветов масло масло у нас по 870 огромный выбор здесь маркеров сейчас очень модно маркерами рисовать вот даже поштучно продаются такие маркеры 460 вот даже повар 50 есть маркер более таки двухсторонний прикольно вот более толстенькие такие 970 я в них не разбираюсь потому что маркерами я не рисую не творю медленно это есть планшет и работа который уже припухла так значит кистей огромный выбор видимо привоз смотрите на любой вкус и цвет и в совершенно разные категории я себе выдал парочку тоники потому что не мелочевку вообще нечем прописывать есть вот такие вот мольбертики мне нужно кстати очень холсты ну холсты я вот заказываю мужчины здесь в магазине художественном другом получается более бюджетное но здесь конечно последний раз вылечено сделал после разуме что-то сделал из старых каких-то досок я думаю нафиг здесь примерные цены вот например вот это сколько наверное где-то 50 нет или наверное 50 на 55 наверно какой-то странный размер ну вот 3640 такой холст у него будет стоить лари 18 где-то вот так мелкие смотрите на картоне вообще грунтованный картон до 85 т3 что-то можно сотворить какой-нибудь милоту милоту кстати можно выставки мне таких взять сделать какой-нибудь батуль зарисовки так это что у нас помога до уменьшите поменьше какая прелесть 30 300 грил 18.10, ой класс, сразу хотел с акварелью порисовать. 18.10 18.10, ой классные эти, вообще вот это мне понравилось, супер так что все дорого надо больше зарабатывать, не думать как меньше потратить, а нужно думать как больше зарабатывать, сейчас у нас задача придумать как маме отправить джинсы, потому что уже похолодало, вот у нас дождь идет который день, у мамы там более солнечно в Самсуне, там не такая влажность как здесь, там более такой сухой климат, 550 километров от нас где-то, Самсун, ну климат совсем другой, вот если у меня будет дождливые дни подряд у нее светит солнце, дождь идет, она говорит пройдет вот так утром дождь, все, потом уже тепло. Вчера она ходила еще пока в летнем платье, нормально, ну короче надо придумать как отправить джинсы сейчас. Сережа съел тут оладушки пекут, ну я не по оладушкам, Сереже очень нравятся оладушки, они дешевые, сколько они стоят эти оладушки, за сколько ты съел? Оладушек с шоколадом и с орешками. Сколько он стоил? И чай. Пять лари. Пять лари. Два доллара, да? Почти. Счетоводы великие. В общем, прекрасный Батуми. Мы сейчас, что будем делать, даже не знаю. Домой не хочется ехать у Розы или надо домой ехать кушать? Собака там одна сидит. Попала до собаки. Я рассказывала, да, что в прошлом году мы сделали операцию по удалению опухоли. Она восстанавливалась, все у них хорошо, шок заживал, мы контролировали, чтобы не образовывались, как называется, корочки. И значит, но случилась такая штука. В одном месте в начале шва образовалась вот такое вот кругленькое пятнышко. Вначале это было. Потом с него слезла шкурка во время обработки. И потом под этой шкуркой образовалось что-то синее-зеленое. Я подумала, так все, скорее всего, это разошелся шов. Мы стали, значит, туда писать, скидывать фотки. И они нам сказали, что это, скорее всего, туда они сказали. Вот это я раскальчик. Почему это все образовалось? Это нижняя часть всего шва. И мне кажется, все стекало в одно место. Просто у нее получается этот шов между грудью. И она лежит. И там все это приедет. Да, оно все так это самое. Сейчас мы обрабатываем мазью, которая в себе присутствует один грамм серебра для заживления. Ну, антибактериальная эта мазь, специально выписали. Ну, вроде начинает уже затягиваться. Дермозин. Дермозин, да, называется. Надо, что такое название. Да. Ну, вроде начинает затягиваться, но все равно. И вроде как медведь себя нормально чувствует в плане самочувствия. Вот, так что. А что, куда мы поехали? Ну, вот просто все сели и готовили. Другой-другой. Вот, поехали. Мы решили взять курицу. Сейчас покажу вам еще раз, в очередной раз покажу, где самое крутое место по курице. Мы много где перепробовали. Это самая нежная, самая сочная, вкусная курица. Это улица Гаргасали, да? Гаргеладзе. Нет, не Гаргасаль, Гаргеладзе, ребят. Вот на улице Гаргеладзе. Вот мы едем. И сейчас на противоположной стороне будет красный. Такой вот запортоваться, как всегда, негде. Мы сейчас решим этот вопрос. Ой, как красиво осень, да? Смотри, листья пожелтели. Дождик. Красный. Пальмочки. Ищем парковочку. И пойдем за кочкой. Ой, какая вкуснятина здесь, да? Представляете, с курицей, как интересно получилось. В общем, она режет. Я такая говорю, а курица-то сырая. Она говорит, да не, нормально, нет проблем. Я говорю, в смысле нет проблем, курица сырая. В общем, пока мы с ней пререкались, она сложила эти порезанные куски в микроволновку. Я говорю, Сережа, мы взяли курицу-гриль. Я не хочу курицу из микроволновки есть. Идем на другую сторону, там возьмем курицу. Ну, они услышали такие, говорят, ну, давайте маленькая. Маленькая будет, наверное, прожаренная. Ну, такие, ну, давайте какую-нибудь. В общем, поменяли нам курицу-то. Нельзя сырую есть. Может быть, сальмонеллез, еще что-то. Вот. Сейчас сложили курицу в машину, идем в Донну. Вот она, наша Донна прекрасная. Мы пришли. Дождик фигачит. Ну, еще Бокевич. Вот такие вот сокровища здесь ходят, бродят. Гамар, Дема. Гамар, Дема. Все Бокочку. Все Бокочку с Люденькой. Привет. Привет. Так. Здесь, как всегда, толпа, да? Зэль, сверни зон, да, пожалуйста. Я пойду. Вот корзиночки какие-то вкусненькие. Так, помню. Так, я там досмотрю, что здесь есть. Какое? Миндальное? 8 лари? Нет, оно 6. А, вот это вот рулет такой, да? Нет, вот. Тирожен. Что за? 6 лари. А, в корзиночке? А я думала, ты про вот тот рулет говоришь мне. Здесь очень вкусный чизкейк. Ну, тоже цена. Огошечки. Боже, как все вкусно. О, вот сирамису. Сейн-лари. Ой, здесь вот еще наверху тут всякие клерчики. Ой, фисташковый клерчик. Вот, наверное, я его и съем. Фисташковый клерчик. Ммм. Смотри, какие блики. Вот выключает и бликов нет. Блики, 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 желтые, красные. Ой, как красиво. Не знаю, мне так нравится в Батумии, чисто внешне. Я, то ли я уже привыкла. Ну, вот то, что Варламов снял и местами подобосрал город, это, конечно, обидно. Потому что здесь есть много чего хорошего. По-моему, пойдем не по тем местам. Не по тем местам. Не знаю, я смотрю даже вот на курятнички, которые здесь, конечно, безусловно присутствуют. А в каком городе их нет, да? Ну, тоже же нельзя так взять, снести и за место них что-то сделать другое. Это же частная собственность, да? А у людей просто тупо может быть не быть денег. Они все же богатые. Конечно, есть частные дома и красивые. Вот так едешь и зелень, и все так благоустроено. Но есть то, что уже в коррозии, в плесени какой-то. Есть местами и отличная архитектура, новостройки. Есть и наши совковые панельки. Вот хороший книжный магазин «Велакси Бук». Здесь есть литература на русском языке. Я очень люблю Батумию. И вот этот его колорит, где сочетание... Камня и зелени. Да, в сочетании модерна с какой-то и советской архитектурой, и с какими-то сельдеперсовыми домами. Потому что говорить не умею. Говорить не умею. Учиться говорить сельдеперсовые дома. Сельдеперсовые. Сельдеперсовые. Это знаешь? Да, стиль модерн. Сельдеперсовые. Мы так классно посидели в Доне сейчас вообще. Не знаю, давно никуда не выходили. Все время дома кушаем. Зашли, съели по эклерчику. У меня был вкуснее эклерчик с фисташкой. А мне не прижилось. Да, у Сережи просто был заварным кремом. И сверху миндальчик. Ну, я не расходовался. Я ему дала чуть-чуть укусить. В общем, сейчас мы едем в модус. Хотим посмотреть стулья на кухню-гостиную. Я придумала так, что, в общем, у нас будет сочетание черного, белого и серого. И я хочу какой-то яркий элемент добавить. Скорее всего, это будет желтый. И я думала желтые стулья поставить. И желтые подушки на серый диван. В общем, вот так разбавить как-то. Я залезла в интернет на сайт здесь местной Горги и Модуса. И посмотрела, где есть желтые стулья. И вот вроде как в Модусе они есть. Хочу поехать посмотреть. Сейчас они по скидке. Ну, в общем, посмотрим, что там будет. Смотря по какой скидке, да. Вот, смотри, какие прикольные, да? А почем они? А, они с этими ножками не белыми. А вот белые, да? Смотри. Это набор 360, да? Ну, у него ножки деревянные, видишь? А нам ножки деревянные никак нельзя. Конечно, модерного все это выглядит, да? И недорого вроде за 360 лари, да? А вот желтые стулья. Но опять же такие ножки деревянные. Кстати, смотри. 49 лари вообще. Вот как у нас, да, похожие. Что здесь еще есть? 190 лари. 190 лари. А вон те стулья, которые... У них как раз-таки ножки черные. Вот. Серая спинка. Вот. Вот этот стул мне вообще очень понравился. Смотри-ка. Садись за ним, посиди. Муж большой? Не обращайте внимания. Стул на самом деле большой. Это просто очень-очень большой высокий муж. Баскетболист. Ну, если есть большая жопа... То вряд ли она сюда поместится. Но у меня большая. У меня, наверное, такая же, как у тебя. Давай я попробую. Слышишь, он большой бок. Ой, не поместилось. О, ну прям вот чувствуешь... Как... Как... Неудобный. А? Неудобный. Ну, он как-то скромный. Очень такой прям. Хотя вот цена у него нормальная. Цена удобная. Цена удобная. Давай еще посмотрим, что здесь. И внешне он мне очень нравится. Серый с... Ну, не знаю. Давай еще вот там посмотрим. Вон я вижу. Еще там желтые стулья, видишь? В середине. Пойдем туда пройдем. Давай только я вперед пойду, а то я снимаю твою попу. Так. Ну вот. Еще есть желтые стулья. Я вижу. Вот такой вот вариант. Ну, кстати, неплохо. А, ну... А, у него ножки, видишь? Вот ножки деревянные. То есть ножки надо перекрашивать. Хотя вариант неплохой. За какие-то деньги. А сколько он стоит, этот стул? Ну, это непонятно. Ну, вот. Это стул. 150 ларя. Один стул стоит. Так. Ну, и остается вариант какой-нибудь серый, да? Ну, только белые ножки надо. А, ну, это странно. Нет, это не пойдет. Так. Это вариант расформы для большой семьи. Ну, да, ну, понимаешь, у нас фишка такая, что нам нельзя именно дерево допускать в варианте нашем. Так что, к сожалению, по-моему, мы ничего здесь не увидим. Мы здесь нашли то, что нам больше понравилось даже, чем те. И вот этот стул очень удобный. Он, в принципе, тоже вот у нас как раз в интерьере черно-белый. Черные ножки, правда, вот золото внизу меня немножко смущает. Ну, в принципе. Пластмассовые желтые. Можно, да. Вот этот прям мне очень понравился. Можно два таких стула купить. Можно два таких купить. И два вот таких. В общем, стоит этот стул 130 лари. Так, Сережа увидел какой-то... У них, понимаешь, не белые ножки. Ну, может, и их красить в черные ножки. Не знаю, мне не нравится. Ну, да, они больше такие. Детский садик. Да, да, да. О, вот такой вот хороший садик. Ну, по цене дивана. Да. Современная доставка продуктов. Я шутка. Он встречает. Садись, садись, мой сладенький. Он мокрый. Сейчас сегодня гулял. Под дождичком, скажу, гулял. Вот так. Все, встречает. Вот такой у него теперь диванчик. Диванчик. У собачки. У тебя, мой сладенький. Да. Ты как дела? Как у тебя дела? Как у тебя, мои сладенькие дела? Ты что здесь делал один? Ты что один делал? Дай лапу. Дай лапу, Сережа. Лапу дай. Ой, да ты молодец. Молодец, собака. Ты не кричала? Соседям не мешала? Спала, что ли? Ты спала. Сейчас будем курочку кушать. Я тебя еще и не покормила утром. Да, кушать будем. Да, сейчас будем кушать все. И корм. И курочку будем кушать. Да. Сейчас, да, мой сладенький. Распаковываемся. Аху, да. Идем. Мы сели ужинать. У нас курочка с гречкой. Капустку. Сама солю. Я сегодня нарисовала вот такую картину. На грунтованном картоне. Одну из. Хочу серию сделать. Все вот в таком ключе. Давно задумку такую носила в себе. Попробуем воплощать. Сережа сходил за сыром. Вот такой копченый сулугуни. Кто в Грузии не живет, ребят, поверьте. Это такая вкуснятина. Это просто потрясающая штука. Сколько стоит вот за этот круг ты отдал? Ну, я взял, получается, три мацони. А, три мацони? Зелень. Зелень. И это у меня вышло 23 лари. 23 лари. Ну, где-то 20, если мацони по полтора, это 4,50. И плюс зелень лар где-то 5,50. Ну, где-то 18 лари, да, вот такой круг. Ну, сколько здесь? Здесь больше килограмма явно. Ну, он такой тяжеленький, увесистый, плотный. Это как... Он такой... Сыр твердый, похож на пармезан чем-то. Ну, такой... Ой, у меня же слюнка потекла. Со вкусом копчености. Так. Угу. Вот такой сырок. У нас сегодня на обед супчик турецкий чорба. Супчик чечевичный. Никак не сфокусируется. Толстенько-толстенько так не режь, пожалуйста. Ты тоже себе. А, ты себе. А мне прям тонюсенько-тонюсенько. Ну, да, прям слайсиками. Ну, опять жирно. Ну, ладно, сейчас я сама отрежу. Не надо, не режь. Да, вот так вот. Ага, супер, спасибо. Ну, на рынке такой сыр где-то 22, 23, 25. Кто во что гораст. Сережа пришел с великих дел. И Мишутка встречает довольный, что хозяин пришел. Ну, ничего себе, ты и клок нам выдернул на камеру. Все, я это сняла, Миш. Потом в суд подашь на родителей. Это кто, Сережа? Кто это? Наша дочка? Да, квадробобер. Квадробобер. Наша дочка квадробобер. Ой, собака. Сегодня у нас пасмурно. Опять дождь льет весь день. Ничего новенького. Все по старому. Это батуми. Это батуми, да. Это собака. Квадробобер. Нет, это не собака. Это дочка наша, квадробобер. Все по правилам квадробобринга. Да? Питается кормом. Какает, писает на улицу. Мы убираем за ней. Да. Мы порядочные родители. Че, какой слегненький. Сумоедик. Квадробобайедик. Мне понравилось мацони грузинский. Да, да. Очень вкусный. Рекомендуем. Да. Мы что-то подсели. Тут у нас покупаем в магазине. Лар 50 стоит. Серег, ну все, не дергай. Не надо. Потом мы ее прочешем. Она сейчас после операции. Пусть приходит. Смотри. Такие ошалелые глаза. Что ты делаешь? Дай вам. Улёденький. Не буду делать. Сокровище. Это квадробоберское сокровище. Дергает тебя, да? Дергает безобразие. Наругайся на него. Скажи. Ау-ау. Ты голос сделай. Голос. Голос. Давай. Пусть все соседи слышат. У нас вот такие соседи. Поехали. Чувак, который строил этот дом. То есть, ну вот, учредители этого всего дела с семьей переехали. Это нам сказали уже другие соседи. Потому что мы спросили, что происходит. Почему ночью тусовки постоянно? Ну как ночью? Не прям в пять утра, а в час в два ночи. Да. Вот вчера опять я не могла уснуть. Музыка на всю. Дети кричат, бегают. Благо я, легко засунуть. Сереже вообще пофиг, да. А я им постукиваю в стенку. Хотя у нас сделана здесь шумоизоляция. Но по полу, по полу звук переходит. Вот как они кресла отодвигают. Смотри, какой дождь, да. Вообще, Сережа, ну ты не ходи, подожди. Это Сережа к доктору Аслану собрался. Отдаст ему снимок. Посмотреть. Ему там имплант надо ставить. Доктор Аслан посмотрит, скажет, можно ли. Можно ли вообще? Да, потому что там же кости. Там кости нет. Но один из врачей мне сказал, что там кости нет. Да? Ну посмотрим, что доктор Аслан скажет. Ну и то, он без снимка сказал. Просто посмотрел. Угу. Вот, так что у нас так удачно нам соседи у нас заехали. Причем их долго не было. Получается, они вот только пару недель буквально. И у нас... Но мы не жалуемся, как бы мы такие простые в этом смысле. Раньше жили плохо, но как-то хорошо. Да, раньше жили плохо, но как-то хорошо. Точно. Ну мы не жалуемся. Тем более мы понимаем, что тут грузинский менталитет немного... Он другой, да. Тут нормально вот эти все застолья. Но мне кажется, ночью все равно гулять, это нужно же уважение иметь. Даже если грузины бы здесь жили на месте нас, да. Все равно вдруг им там на работу вставать. Мы просыпаемся вообще разбитые, да. Но если ты засыпаешь, например, а потом в ночь у тебя будет какие-нибудь там... Вот. Вчера вот где-то в час-полторого ночи музыка на всю. Ужин, какие-то разговоры. Ну потом вроде затихли, наверное, спать легли. И дети вместе с ними не спят тоже. Так, по такому режиму. Вот. Ну мы такие, мы с самого начала, нас это бесило. Много ночей мы им так постучали, но они вроде с пониманием. Мы слышим, что они там чуть тише делают или там успокаиваются. И мы думаем, ну раз они понимают, что там жаловаться, это самое. И даже к ним не пошли. Знакомься с ними или... Это она дождика боится. Мишечка. Шедевр рисую. Так, вот. Там. Какая-то.